Можно ли использовать ресивер для прослушивания музыки? Насколько многоканальный ресивер хуже стереоусилителя? Здравствуйте, меня зовут Артём Иванов, я руководитель и основатель компании Виместа. Мы строим лучшие домашние кинозалы в Санкт-Петербурге. В этом ролике вы найдёте ответ на вопрос, стоит ли в 2022 году покупать многоканальный ресивер для того, чтобы слушать музыку. Если вы спросите у аудиофила со стажем, как лучше построить стереосистему высокого класса, вам посоветуют собрать её из отдельных стереокомпонентов. И чем выше ваш бюджет, тем более пуристским окажется сетап, который вам посоветуют. В наше время подобный подход устарел. Ничего не имею против большого количества малофункциональных железяк, но сейчас существует множество способов получить обалденный звук, не ругаясь с женой из-за места в гостиной. Всё, о чём вы мечтаете, можно получить из меньшего количества блоков и с меньшими затратами, поверьте. И одним из этих способов будет покупка достойного AV-ресивера. Стоп-стоп, давайте по порядку. Как выглядит традиционная стереосистема, собранная по всем канонам? Две колонки, интегральный усилитель и какой-нибудь источник. На этом месте может быть вертушка, CD-плеер, лет пять назад не поверил бы, что именно CD умрёт первым. Или стример, то есть сетевой проигрыватель. Проигрыватель способен доставать музыку из интернета или локальной сети. Система подороже и вместо интегральника займут предусилитель и усилители мощности. Добавится отдельный ЦАП, фонокорректор, какой-нибудь кондиционер питания. Ну и не забудьте про ящик проводов, чтобы всё это как-то сцепить в единое целое. Первым шагом производителей на пути к удобству стало объединение предусилителя, мощника и базового источника на одном шасси. До сих пор такие устройства скорее исключения из общих правил, но их появляется всё больше. Например, Denon DR-800. Отличный усилитель со встроенным стримером. Подключил две колонки и слушаешь почти любую музыку с почти идеальным качеством. И всё-таки подобных компонентов на рынке минимум. Для получения настоящего True Original Hi-Fi сетапа вам придётся купить несколько устройств, чтобы получить оптимальный функционал и производительность. Их ещё придётся правильно расставить, как-то подключить и настроить. Именно поэтому мой ответ на вопрос «Можно ли использовать для стереосистемы АВ-Ресивер?» категорическое «Да». Для многих из вас, дорогие друзья, АВ-Ресивер будет радикальным и однозначенным ответом на все вопросы. Если вы хотите собрать стереосистему в 2022 году, подумайте о покупке АВ-Ресивера. И дальше я приведу как минимум 7 причин для этого. Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. И первая причина – это функциональность. В отличие от своих стереособратьев, большинство ресиверов имеют на борту всё, что вам может пригодиться. Пред, мощники, цифроаналоговый преобразователь. У многих ресиверов даже фонокорректор встроенный. Но главный бонус, который вы получаете – это стример достаточно высокого уровня, который способен полностью изменить ваши музыкальные пристрастия и приоритеты. Возьмём, например, Denon AV-RX 2700. В него встроен стример на основе платформы Heos, который превышает по своим возможностям потенциал усилителя. Shut up and take my money, как говорится. Стереосилителем этого бренда такой приятный довесок не полагается. Да за один AirPlay можно за ресивером пойти. Вторая причина, которая мне кажется очевидной, но у аудиофилов вызывает отторжение – это многоканальность АВ-Ресиверов. Усилитель-то внутри стоит не для двух, а для минимум пяти каналов. Это сейчас вам не нужен домашний кинотеатр. А через пару-тройку лет душа попросит чего-нибудь новенького, и достаточно будет докупить несколько колонок. Вы на 100% уверены, что не захотите кинотеатр городить? Больше 60% полезной информации о многоканальной фонограмме идёт через центральный канал. Слышали об этом? Когда источник даунмиксит эту фонограмму в две колонки, голос становится менее разборчивым. Смотрите фильм, и во время динамичной сцены приходится громкость повышать, потому что вы не слышите, что говорят герои, задумайтесь о покупке центрального канала. И со стереоусилителем такой возможности у вас не будет. А если усилителей на борту в 7 и больше, вам к тому же открывается дивный мир биампинга. Я рассказывал об этом в самом первом видео на этом канале. Третья причина – это количество источников и простота коммутации. Все ресиверы года с 2016 в качестве основных входных разъёмов имеют HDMI. Значит, вы сможете подключить туда телевизор. Один провод воткнули – и всё работает. Считаете, что по телевизору нечего смотреть? А тем более слушать на вашей прекрасной стереосистеме? Smart TV даст вам доступ к волшебному миру потоковых сервисов Apple, YouTube и других поставщиков контента, которые редко интегрированы в стримеры. Между прочим, Apple Music даёт обалденный аудиоконтент, в том числе в многоканальных форматах. А ещё по каналу «Культура» часто классные концерты передают. Да-да, я серьёзно сказал, что на каналах ВГТРК иногда бывает что посмотреть. Суровый март 2022. Да, ВГТРК. Знаете, в чём главный плюс телевизора в качестве источника? Большой экран! Контент удобно искать и выбирать. А ещё этого контента всегда много. И управлять системой будет удобно с пульта телевизора. Ах да, вот и четвёртая причина подоспела – удобство управления. Есть ресивер CRC, значит, управляться он будет с пульта телевизора. Он будет жить с телевизором одной жизнью и пользоваться им научится вся семья. Но кроме HDMI-контроль появляются и другие способы управлять системой. Интеграция системы умного дома, удобные приложения для управления и множество других ништяков. Знаете, как я узнал, что новый ресивер, который мы взяли на тест, глючит и не всегда включается вместе с телевизором. Моя дочка 15 минут в день смотрит мультики. «Папа, у нас что-то не так, щенячий патруль по-другому разговаривать должен». К хорошему быстро привыкаешь даже трёхлетний ребёнок понимать разницу. Дошли до самых интересных причин. Причина номер пять – возможность подключения сабвуфера. Или нескольких сабвуферов. Если вы думаете, любимые мои аудиофилы, что сабвуфер нарушает равномерность звуковой картины, портит естественность, убивает локализацию, значит, вы просто не настроили сабвуфер достаточно хорошо. При достаточно бесшовной интеграции сабвуфера или сабвуферов в вашу систему, она будет способна подарить эмоции совсем другого уровня. Панч, слышали такое слово? Энергия, от которой волоски на коже встают дыбом. Сабвуферы способны открыть вам новые грани удовольствия. Особенно, когда их несколько. Мы недавно настраивали систему с двумя сабвуферами Kevka C62. Знаете, какие колонки у клиента были? Огромные гробы Focus Audio, Made in California с мощниками Hegel. Спасибо предусилителю NAD с выходом на сабвуферы. Даже в таком ультимативном сетапе сабвуферы смогли добавить жира, мяса, густоты и полновесности. Причина номер шесть – это возможность создать на основе ресивера мультирум-систему в вашей квартире или доме. Мультирум – это распределение аудиосигналов, при котором вы можете организовать несколько зон звучания, способных работать как независимо друг от друга, так и работать как единое целое. У вас семиканальные ресиверы колонок 5? Вы можете задействовать саравнбэк-каналы для озвучивания зоны кухни или санузла, выведя туда акустические провода от ресивера. Поверьте, при наличии приложения управлять этим хозяйством будет очень просто. В основной зоне вы будете смотреть новый фильм от Marvel, а на кухне под спокойную музыку будет готовиться ваш ужин. Здорово же! А теперь барабанная дробь – самая важная причина, седьмая. И это наличие в EV-ресиверах систем автокалибровки. Знаете, какой главный компонент любой аудиосистемы? Помещение, в котором оно находится. Жилое помещение, чтобы избежать негативного влияния на звук, должно содержать элементы акустической оболочки, абсорберы и диффузоры. И дело даже не в том, что они стоят денег, они занимают место и портят интерьер. Современные системы автокалибровки способны минимизировать воздействие вашей комнаты на звук. Три главных системы на рынке – YPAO в Yamaha, Odyssey в Denon и Marans и великолепный Dirac – способны бросить вызов законам физики. Вы можете правильно разместить мебель в комнате, добавив к ней несколько акустических панелей и басовых ловушек, и это будет работать. Но акустика малых помещений – наука эмпирическая, и для достижения наилучшего результата вам придется потратить массу времени и усилий. Конечно, акустически правильное помещение будет работать лучше, чем программные обработки, но мало у кого есть возможность построить таковое – выделить под него отдельное помещение в доме или квартире. Получается, что Dirac – обалденно эффективная штука. И работает классно, и время, и место экономит. И подстроить что-нибудь можно, подвигав мышкой, а не перекручивая кронштейны на стенах. Своим клиентам я говорю, что Dirac – это лучшее изобретение в индустрии аудио за последние пару десятилетий. Сложно описать словами, как он меняет звук. Он делает его таким, что вам кажется, что вам ресивер подменили на более дорогой. Пространство становится осязаемым и детальным. Звук локализуется настолько, что размещение колонок становится непроследительным. Я решительно заявляю, что программы автокалибровки способны заменить дорогое акустическое оформление, при соблюдении некоторых простых правил размещения оборудования. Редюмируя все мои семь причин, AV-ресиверы выпускаются в наше время для того, чтобы быть готовыми решениями. Решениями все в одном, способными наполнить вашу систему новыми смыслами, идеями и в лучшую сторону изменить вашу жизнь. Стереусилитель играет лучше. Да, это правда, при одинаковой стоимости, особенно в бюджетном сегменте, от стереоинтегральника вы сможете добиться большего. Но если отбросить все предрассудки и настроить ресивер, потратить на это хотя бы полдня, этот самый ресивер подарит вам больше удовольствия, больше комфортно и меньше проблем. А теперь спросим голос за кадром. Что думает он? Голос принадлежит продакт-менеджеру моей компании. Ну что, Андрей, как ты думаешь, стоит игра свеч? Стоит ли для музыки AV-ресивер использовать? Скажу, что как человек, пришедший из мира стерео в 2010 году сменил дорогой стерео-сетап на домашний кинотеатр, могу с уверенностью сказать, что я не прогадал. Да, в первое время я потерял в музыке какую-то часть, но она оказалась незначительной. На тот момент это была топовая Yamaha 3010. Какая? 3010. Yamaha... Это дорогая Yamaha? Да, дорогая. На тот момент самая дорогая была. Полторы тысячи долларов. Подожди, правильно ли я понял, что ты слушал музыку на Yamaha? Сейчас у нас половина людей пишут в комментариях вот так вот, что Yamaha и музыка – это вещи несовместимые. Нет. Не вот эта Yamaha, я ее люблю. Стерео-сетап я сменил на домашний кинотеатр, в основе которого лежал ресивер Yamaha 3010. Соответственно, проиграв немного в музыке, я выиграл гораздо больше. Я получил в домашний кинотеатре возможность прослушивания музыки на достаточно высоком уровне. Однако... Концерты, концерты, много концертов. Концерты появились, потому что в многоканальную музыку появилась возможность слушать многоканальную музыку, которая отсутствовала в стерео-сетапе. Однако, лет через 7-8, когда пришлось сменить Yamaha на что-то более современное, сначала на NAD 758, а затем на NAD 778. Да, все в нашей компании фанаты NAD 778. Да-да-да. Я окончательно удостоверился в том, что стерео-сетап можно построить на базе Avery Severe. И в этом помог тебе Dirac? Абсолютно точно. Dirac – это... Дирак поднял всю систему на более высокий уровень. Если бы здесь рядом со мной сидел Dirac, то над ним был бы NIM. Да, даже попытка интегрировать в эту систему неплохой виниловый проигрыватель. Буквально недели две-три я его послушал и убрала систему, потому что без Dirac его слушать было просто скучно и невозможно. Короче, даже прожженные аудиофилы, реально, совет, попробуйте, попробуйте, что может современный процессинг. Главная фишка – это то, что есть пункт А – это вы, есть пункт Б – это хороший звук. Из пункта А в пункт Б, по-вашему, ведет только одна дорога. На самом деле, дорог много. Одна дорога – это дорогой стереоусилитель. Но какие-то инженеры придумывают процессинг, который обманывает уши. Какие-то инженеры придумывают еще какие-то штуковины. Мы живем в век, когда много интересных технологий, и вы можете воспользоваться миллионом из них, если просто откажетесь от пуристского подхода. Мы всегда стремимся построить такую систему, которая будет для нашего клиента системой мечты, которая будет ему нравиться, нравится долгое время. Не надо запирать себя в какие-то рамки, которые вы прочитали в интернете или узнали у друзей. Откройте свой разум и впустите в него красивый классный звук и красивую картинку. А мы вам поможем в том, чтобы достичь вашей мечты. Обращайтесь, пишите комментарии, оставляйте там свои мнения на тему, почему можно или нельзя заменить стереоусилитель ресивером. И до новых встреч!